С вами программа Овертайм и я Эльмира Алимбузина. Пока спортсмены находятся в летних отпусках, я решила научиться водить мотоцикл. Первым делом экипировка. И с выбором мне поможет Айдар Гахпаров. Здравствуйте. Выбор экипировки – это один из главных моментов для начинающего мотоциклиста. В первую очередь надо обезопасить свою голову, то есть, соответственно, шлем. Выбор шлема – это достаточно индивидуальный процесс, то есть надо подбирать именно по голове спортсмена. Если шлем будет большой, либо маленький, это неудобство, это дискомфорт, соответственно, отвлекаясь от вождения, от дороги. И, опять-таки, это может отразиться на вашем обучении, так скажем. Я думаю, XS ваш будет размер, и расцветка такая яркая, заметная. Еще необходима такая вещь, как подшлемник. И чтобы шлем не пах, подшлемник. Вот такая вот штучка, как маска. Вот. Теперь я похожа на ниндзя. За лямочки держите. За лямки? Затылка начинаете одевать. За лямки. Затылка. Ну, я думаю, шлемы подобрали. Советую вам приобрести перчатки. То есть руки – это тоже основное, что может пострадать при падениях, поэтому лучше их защитить. От мозолей они защищают? Конечно, здесь есть специальные вставки силиконовые. И тем более будет удобно держать ручки резиновые, у вас не будут появляться мозоли, наоборот. Давайте попробуем. Померите. Перчатки специально впритык в обтяжку. Обдуваемость хорошая. И размер именно ваш. Для защиты также мотоциклисты часто, не то что часто, желательно приобретать защитную черепаху. Это экипировка, которая защищает полностью все тело до пояса, соответственно. Защита спины, плечи, локти и грудь. Это самые уязвимые участки тела у мотоциклиста. Также существуют и специальные защитные куртки, в которых уже вставлены все эти защиты. Есть отдельная защита спины, представленная, которая вот здесь вот, которую я вам рекомендую, кстати, приобрести, так как защитная черепаха, она вам будет большая. Давайте померяем? Давайте. Одевается она, как обычный рюкзак. Потом вы ее натягиваете на себя. Регулируется она по размерам. Вот таким образом. Вот, вы защитили свою спину полностью. Следующим этапом мы подберем вам защиту коленей и локтей. Смотрите. Это все одевается, соответственно, на какую-нибудь кофточку, чтобы не на голое тело. Даже вы, если собрались проехать 10-15 метров в магазин за хлебушком, не поленитесь, потратите 10 минут, оденьте экипировку. Дороже здоровья нет ничего, кроме его лечения, так скажем. А для вас мы приготовили вот такую вот модель мотоцикла. Это производство города Беларусь, Республики Беларусь. Мотоцикл называется Минск. Всего лишь 123 килограмма. Получив свой мотоцикл, я решила тут же проверить его в деле. Однако начального инструктажа оказалось недостаточно. Я не справилась с управлением. С начала года на дорогах Республики Башкорстанцев виксировано 63 дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта. Хочется отметить то, что в этих авариях погибли 6 и пострадали 73 человека. Из общего количества ДТП по вине самих же водителей мототранспорта произошло 34 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 39 пострадали. Согласно проверке госавтоинспекции, участники вышеуказанных ДТП были не обучены правилам дорожного движения, то есть не имели водительского удостоверения, управляли незарегистрированным транспортным средством. Бывалые мотоциклисты говорят, что если уж сел за коня, то пусть готов упадать. Главное, чтобы в этот момент на тебе была хорошая спортивная экипировка. Меня сегодня она спасла. Как видите, не царапины. Чего не скажешь о моем железном коне. Игорь, как ты считаешь, в чем была моя ошибка? Твоя ошибка была в том, что ты села на мотоцикл без должных навыков, то есть неподготовленная. Вот этого делать не стоит. Навыков ты можешь набраться у нас на тренировках в мотошколе. То есть приходи, я тебя обучу. Спасибо. Перед тем, как ты должна на нем поехать, ты должна открыть подачу бензина. Открывается тут снизу, то есть такой вертель, его повернуть надо вниз. Вот так он стоит вниз, поворачиваешь, все, подача топлива пошла. То есть все, его можно заводить, но перед тем, как завести, смотри, вот это передний тормоз, вот это задний, это чужочек, это сцепление. И вот он должна выжать перед тем, как тронуться. И коробка передачи, вот ее на лапках. Вот. То есть первая передача вниз, остальные наверх. Это кит-стартер, то есть с помощью него мы заводим этот цикл. Сейчас я покажу, что он заводится. Это зажигание, то есть оно выключено, вот он нарисован. Его включаем вниз и заводим. Вот. То есть все, мотоцикл завелся. Садишься на него и правую ногу держишь на земле, левую на подножке, чтобы включить передачу. Выжимаешь сцепление, включаешь первую и потихонечку отпускаешь. Как только он начнет трогаться, сцепление сразу не бросаешь, он набирает скорость и только тогда уже отпускаешь полностью. Пробуй. Подходи к мотоциклу на левой стороне. Да, ну это просто такое, как правило, вот, у нас сцепление. Все, держи, залази. Правая нога на земле. Все, держишься. Все, левая на подножке. Сцепление сначала надо выжить. Первая вниз, да. Остальные наверх. Выжимай сцепление. Все, включаем передачу. Потихонечку добавляем газу. Ну, на строчке. Так, чуть-чуть совсем. Вот этого достаточно. Чуть-чуть поменьше. И потихоньку опускаем сцепление. Давай потихонечку, еще-еще чуть-чуть. Вот, чуть-чуть побольше отпусти, но не до конца. И все, отпускай. Эльмира, покатайся вокруг фишек, возьмем. Сейчас будем останавливаться. Нужно выжать сцепление и затормозить, то есть нажать на тормоз. Нажимаем сцепление левой рукой. И все. Левая нога на земле. А можно и так. Все, теперь глушим под правой рукой. Выключаем зажигание. Да. Все. Не остановились. Все нормально. Молодец. Все. Лази. То есть, все, как бы, такие первые вводные уроки прошла. Поздравляю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok